Еще более опасным является, что на базе существующих тенденций формируется представление нового поколения о том, что им придется ожидать во время своей трудовой жизни. Если вы посмотрите на следующий слайд, вы увидите, что в институте, который, считается, готовят кадры для наиболее богатой отрасли, для нефтегазовой, это Губкинский институт, конкурс на одно место составляет чуть больше двух человек. Зарплата специалиста после окончания этого вуза составляет 450-500 долларов. В то же время в налоговой академии конкурс на одно место 4-5 человек, а зарплата специалиста после окончания, официальная зарплата специалиста, 150-170 долларов. Государственный университет управления, ситуация, так сказать, еще более выпуклая. Молодое поколение является прагматичным, и если мы ему задаем такие ориентиры, то нам об этом, наверное, стоит подумать. Масштабы коррупции в России, оцениваемые экспертами четырех организаций, приблизительно одинаковые, в районе 30 миллиардов оценивается долларов. Это 10-12% ВВП. Хочу обратить внимание, что налоговая нагрузка составляет у нас в районе 30% ВВП. Потом по поводу вузов, да, ну то, что в госуниверситет управления там 5-6 человек на место, а и в налоговую службу 4-5, а в энергетический сектор или в вузы, где готовят для энергетики специалистов, там меньше, хотя зарплата выше. Ну, наверное, наводят на определенные мысли, но всё-таки презумпция виновности наших абитуриентов, наверное, не очень правильна. А есть и другие, наверное, составляющие. Теперь вот Вы упомянули про Роснефть, там, и сделку СИП-нефтью. Я думаю, что, конечно, и председатель Совета директоров, он должен как-то отреагировать на то, что Вы сказали, и объяснить. Хотя некоторые вещи, конечно, там, на первый взгляд на поверхности лежат. Это госкомпания, которой нужно увеличить свои запасы, у которых запасов как бы не хватает. А некоторые другие нефтяные компании, как, например, компания Юкус, имеют сверхзапасы. Как она их получила, это вот вопрос в плане обсуждаемой сегодня нами темы. В том числе и, значит, и такие вопросы, как уплата или неуплата налогов. Мы с Вами обсуждали в своё время, да, значит, совсем недавно, что и Ваша компания, допустим, у неё были проблемы с уплатой налогов, но надо отдать должное руководству компании Юкус, так? Она договорилась с налоговой службой, приняла все претензии и закрыла все проблемы, закрывает все проблемы с государством. Но как-то эти проблемы возникли. Может быть, именно поэтому в налоговую академию 4-5 человек идут. Понимаете? Вот поэтому я возвращаю Вам Вашу шайбу. Так.